Здравствуйте, дорогие одноклубники. Хотелось бы вам немножечко рассказать о преимуществах чехголовок и чебурашка на шарнирном соединении. Их не преимущества, в чем отличие? Первая у нас имеется джиголовочка. Возьмем твистов дамик и насадить, покажем, каким способом все это происходит. Насаживается целиком через тело. Вот давайте представим вот так вот. Видите, хвост вниз опущен. Это у нас как бы спинка, это как бы брюшко. Возьмем и застеряйте, что вот рыбка, она вот таким образом находится. Значит, что мы делаем? Мы в голову через спинку одеваем крючочек. В хвостовой части у нас выходит конец крючка. Здесь у джиголовки имеется вот такой вот язычок. Это он для крепления твистера, чтобы он не слетал. Вот, произведем монтаж. Вроде бы неплохо, все хорошо. Сейчас я произведу другой монтаж и расскажу отличия. В чем они друг от друга отличаются? В предыдущем передаче Андрей вам рассказывал, вот, как насаживать. Ну, я вот просто, я чуть, опять же, по-своему насаживаю. У всех разные способы. И опять такой же стереотип, да. Вот, как бы спинка, брюшко, двойник от себя, правой частью, с этим жалом. Также мы отмеряем серединочку. И вот этим правым жалом я протыкаю брюшко насквозь. Также развожу двойник. Двойник протягиваю его вниз. Вот, что получается? Видите, хвостик здесь, как бы в спиной части торчит двойник. Теперь через все тело протягиваем аккуратно его насквозь. Все, мы протянули, у нас получился такой, извиняюсь, упал, вот такой товарищ. Хвостиком вниз. Очень много споров происходит на эту тему. Хвостиком вниз, хвостиком вверх. И у нас на сайте происходили эти споры. Я считаю, что самый лучший, это хвостиком вверх. Потому что создаются самые лучшие колебания этого твистера. Все, продолжаем дальше оснащать. Берем колечко заводное. Имеет специальный инструмент. Он разводит кольца, чтобы не ногти ломать. Кольца бывают разные по качеству. Все, вот мы развели, видите, как удобно. Резина очень скользкая. Пальцы скользкие. Тяжело, конечно, заводить. Пальцы бывают. С первого раза. И не попадешь. Все, заводим колечко. Вот. Теперь оснащаем его, так сказать, вот этот товарищ, который с двумяшком, он называется Чебурашка. Чтобы его соединить с двойником, нам приходится одно кольцо, увиденное из него, просто повернуть на 90 градусов. Теперь мы опять разводим здесь кольцо. Вот здесь вот самый интересный момент, чтобы не перепутать, чтобы двойник не получился вниз. Вот видите, как у меня сейчас получилось. Двойник смотрит вверх, колечко вот так вот. И вот я вот завожу сверху в кольцо. Сверху колечко завожу. Вот у меня получился такой монтаж. Почему? Потому что как бы здесь как эксцентрик. Тяжелая часть внизу. Тяжелая часть внизу. Она будет обязательно при падении падать. Вот так вот. И двойник обязательно должен находиться именно сверху. Чтобы не зацеплялся. Преимущество и разность этих двух приманок. Это жесткая конструкция. Во-первых, сходов очень много. При игре работает только хвост. Игра может быть разная, быстрая, медленная. При медленной игре хвост очень слабо работает. Плюс течение. Здесь мягкая конструкция. С помощью вот этого шарнира. Смотрите. И когда при падении, помимо всего того, что хвост работает, еще работает сама приманка. Из-за этого я всегда, и многие, кого я знаю, все пользуются именно вот не таким приспособлением, а вот именно вот чебурашка с двойником. Плюс засекаемость у двойника все-таки больше. Так что все, что я вам хотел сказать, рассказал.